Чё это такое? Ну, не смотри пока. Давай. Так, сейчас. Давай. Даёшь? Ну, ты давай, я здороваться. Окей. Так, камеру. Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Лада. Это мой любимый муж. Представься. Всё время я тебе отрезаю. Станислав Бойцов Сергеевич. Туда только, не мне, я-то знаю. Спасибо, что заглянули к нам на канал. У нас сегодня будет очень классный чаллендж, который называется «Кто из вас?». Сейчас я вкратце расскажу правила, потому что он тоже ничего не знает, что его ждёт. Значит так, у меня есть вопросы. Я даю нам вот такие бумажки. С одной стороны написано твоё имя, с другой стороны моё. Я задаю вопрос, и ты должен сказать, кто из вас, по твоему мнению, я или ты. Ну, сейчас ты поймёшь, понял? Понятно. Вот. В общем, если вам интересно такое видео, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Также не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так, давай. Кто из вас... Кто из вас первый проявил интерес? Ну, давай расскажем, как. Это как мы встретились, что ли? Да нет. Он так боится этого видео, в котором надо рассказать, как мы встретились. Это ужас. Что-то на онлайне тебе написал. На онлайне мне написал первый, да. Молодец. Я думала, скажешь «я». Нет, я. Всё, у тебя «я». Я. Так, дальше. Кто первый сказал «Я тебя люблю?» О. Я не помню. Ты. Я? Да. Чего это вдруг? Я не знаю. Я тоже не знаю, не помню. Мы переписывались. Ты сказала, я первый никогда не говорил никому. Даже тебе. Ладно. Я. Пусть будет. Хотя я не помню, честно, этот период нашей жизни как-то я упустила из виду. Кстати, можно проверить. Да, у нас, кстати, есть переписка наша, когда мы познакомились, когда мы переписывались. Его папа вытащил это всё в PDF-формат. И у нас где она? Я даже не знаю. У меня в документах. Да? У нас где-то есть эта переписка. Надо почитать. Да. Кто первый признался. Интересно. Потом вам расскажем. Так, дальше. Кто более нетерпеливый? О, это я. Это точно я. Вау, молодец. Я думала, не признаешься. Это я. Это пипец просто. У меня терпения нету. Вообще никакого. Если ему что-то приспичило купить, он... Знаете, как люди что-то задумали, и они ждут до следующей зарплаты, чтобы купить. Нет. Это если ему что-то приспичило, он уже в магазине, уже это купил, и уже это дома устанавливает. Если нету, тогда что? Плохой день на неделю. Молодец, признался. Я думала, не признаешься. Кто из вас более чувствительный и сентиментальный? Шучу. Это, конечно, я. Ну, это легкие вопросы такие. Ну, подожди, там сейчас еще будет потруднее. Да, это я. Постоянно плачешь. А кто заставляет плакать? Давай с этого. Дети. Следующий вопрос. Кто из вас заставляет больше плакать? Дети. Я. О, это клевый вопрос. Кто из вас более громкий и шумный? Ой, это ты. Блин. Расскажи. Я не умею тихо разговаривать. Она даже тихо разговаривать не может. Клянусь. Вот сидим на диване вот так. А она орет, как будто бы вот. Тихо. Не говори мне тихо говорить. Я не могу тихо говорить. Не могу. Ну, не могу. Я очень эмоциональный человек. Вот шепотом. Так шепотом. Вот даже сейчас. Вообще не в шепотом не можешь говорить. Ну, не могу я. Это в крови у меня. Да, я знаю. Испанская кровь, как будто бы вся. Немецкая. Немцы, они шумные? Не, я не знаю. Нет, мне кажется. Они наоборот такие. Они расстреливают всех. Они не ругаются. Они сразу к делу. Блин. Простят нас немцы, если они нас смотрят. Ну, я сама немка, так что. Дальше. Кто из вас более упрямый? Блин. Мы обои. Я? Нет. Но. Ты никогда не... Причем здесь это? Ты? Да ты упрямая. Я могу соглашаться, а ты нет. Когда? За 13 лет? Ни разу. Он такой человек. Когда не 13, а 12. И Макс такой же. Или 11? Сколько? 13 уже в этом году. Макс вот в него. Если он что-то не хочет, ты убейся об стенку, размажься. Он это не сделает. Ну, это правильно. Ну, это же не упрямство. Это упрямство. Ну, как? Если я не хочу вот... Ну, это упрямый. Упрямый человек, который идет на компромисс, он уступит. Ты же не уступаешь, ты же все равно. И он все равно будет делать по-своему. Вот ты убейся. Он хорошо, вот он перестанет это делать сейчас, но завтра он сделает опять то же самое по-своему. Какая еще выгодна? Если не выгодно, да, я упрямый. Должно быть выгодно. Новенькие какие-то факты открываются. В общем. Это классный вопрос. Кто из вас быстрее... Смотри, уже приготовила, а. Кто из вас быстрее засыпает? А, окей, я согласен. Это пипец, ребята. Мы, когда ложимся спать, например, и просто о чем-то разговариваем. Вот разговариваем, идет какой-то диалог. Я клянусь. Сори, я забыла микрофон надеть. И мы разговариваем о чем-то. И буквально вот, ну, клянусь, вот, клянусь, секунда просто вот тишины. И вдруг храп. Как так можно засыпать? Вот объясните мне. Мне такая злость берет. Мы же только что разговаривали секунду назад. Как можно заснуть за секунду? Это нормально. Вот ты ворочаешься. Мы вчера об этом говорили. Как этот мультик? Ледниковый период. Там вот этот сит был. Ленивец. Ворочался. Третий момент, когда он на камне лег, и вот так вот три часа ворочался. Вот она точно, сто процентов. Я всегда кричу на нее. Хватит. Вот ляг и все. Нет. А, как ты, да? Через секунду. А зачем ворочаться? Подушка не так, рука не так. Такое неуважение можно проявить к человеку. Мы спать, ложимся. Ты разговариваешь. Мы остались. И через секунду ты спишь. Все. В общем. На весь день не договорилась. Ты со мной весь день разговариваешь прям с утра до ночи. Так, дальше. Мы работаем с утра до ночи. Кто лучше готовит? Ой, come on. Шашлыки? Окей. Шашлык, да. Ты лучше готовишь. А вообще, кто лучше готовит? А, ну ладно. Ну, давай так. Можно пополам? Смотри, какой не уступит, а. Вот видите, прям стоп. Упрямый. Мне не выгодно. Все. Ладно. Ты, да. Ты умеешь так суп приготовить, как я? Нет, нет. А что вот ты тогда? Я уху могу приготовить на природе. На природе. Вкусно. Но не дома. Но не дома. Ну что, согласен или просто уступаешь? Нет. Из вредности. Я уступаю из вредности. Нет, ты вкусно готовишь. Борщ обалдеть вообще. Да. Давно не готовила, кстати. Еще что я вкусно готовила? Кроме борща. Котлеты. Котлеты очень вкусные, да. Еще что? Долму я вкусно делаю. Да. Долму он делает и голубцы. Это его стезя. В общем, оба вкусно готовим. Курочку табака он очень вкусно делает. В общем, все, что связано с грилем, с мангалом, с шашлыками, это все... А, шах-плов какой я делаю. Шах-плов, да. Наш маленький сынок, когда ему вкусно, он делает... Так, дальше. Нет, тут ты очень вкусно готовишь. Вот это вопрос. Я не знаю, как мне его по-русски сформулировать, потому что я эти вопросы брала с английского. Но, в общем, я тебе словами объясню. Кто лучше воспринимает утро? Ну, как, знаете, бывают люди, которые утром... А бывают люди, которые утром... Вот кто хорошо воспринимает утро? Это ты, это точно. Я. Ну, там не видно. Ну, а, ну, извиняюсь. Да, это точно ты. Меня не трогать. Меня не трогать. Это просто ужас. Час. Два. Ну, два, да. Я уже утром вот просто даже, честно говоря, иногда даже вот здороваться не хочу. Я просто жду. Мне просто не нравится. Вот Макс, вот наш Макс, вот он любит с утра пора. У меня мозги вот так. Дай проснуться. Он утром уезжает, отвозит старшего нашего сына в школу. И как раз там проходит, ну, туда-сюда полтора-два часа, пока он возвращается. И вот до этого момента, пока они из дома не уйдут, я вообще даже с ним стараюсь не разговаривать, Когда он уже возвращается, уже время у него прошло, он уже в хорошем состоянии. Но мы рано уезжаем. Ты в основном еще как-то умываешься, спускаешься. В общем, да, это, конечно, утро, да. Утро и утро. Мне, например, все равно. Утро, вечер. Меня хоть в 4 часа утра разбуди. Не, ну, бывают такие люди. Иногда просыпаются там все прям вот радостные жизнью. Ну, я такая-то. Ну, да. Не, радостной жизнью надо быть, но не по утрам. Следующий вопрос. Кто из вас лучше водит машину? Да ну. Не, шучу. Да ну, команда, что? Я, ну, поднимаю же. Я хорошо машину вожу, но он водит машину хорошо, но он водит агрессивно машину. Я гоночником старым был. Старым. Ну, как? Сейчас помолодел. В молодости. Парковаться задом я до сих пор не могу. А параллельно парковаться у нас в штате нету, как бы, когда сдаешь экзамен, нету обязательного экзамена по параллельной парковке. Во Флориде нету, да. Во Флориде, да. В других штатах. В Калифорниях, в Нью-Йорке есть. Поэтому я этот экзамен не сдавала, я не училась и не готовилась. Если мы едем, у нас как бы есть даунтаун, это центр города считается. Там в основном все парковки вот такие вот параллельные вдоль дорог. Я просто одна туда в жизни не поеду, потому что я знаю, что я там не смогу припарковаться. Или я буду три часа туда-сюда вот так делать, и сзади меня такая очередь. Да, да, да. А ты мне дай танк, я поставлю его. Да, нет, это, конечно, он вот в таком вот этом пространстве развернется 350 раз. И я вечно смотрю и говорю, я бы в жизни здесь так не развернулась. Еще я, знаешь, куда ненавижу ездить, потому что мне всегда стыдно. Я боюсь, что я не смогу на заправке. Знаешь, когда вот бывает... История. История. В общем, едем на пляж. Мы на двух машинах. Почему вы были на двух машинах, я не помню. В общем, мы на двух машинах. И в общем, у нее нет бензина, я говорю, езжай за мной. Мы заехали на заправку. У нее бак с ее стороны. Справа. Ой, с левой. С левой стороны, видишь? С левой стороны. Я вот подъезжаю с другой стороны, думаю, ну сейчас она так. Подъедет вокруг. Задом типа, да, подъеду? И все нормально. Подъехала, смотрит на другой стороне. И в общем, она катается так же. Нет, ты катался специально. Я катался специально вокруг, где-то 10 кругов делал, и ты за мной, и каждый раз подъезжала с другой стороны. Как я смеялся. Мы все смеялись. Мы на пляж ехали, кажется. Специально так делает, ездит, посмотрит сколько. А я в надежде, что с той стороны как бы я встану баком, но почему-то получается, что я опять там не попадаю. Это было смешно. Это надо было снять на видео. Вот поэтому из-за этого я ненавижу ездить на заправки, потому что я боюсь, что я могу так обломаться, что надо мной все будут смеяться. Мне кажется, за 13 лет ты заправилась, может быть, 10 раз. Постоянно вот уже горит 3 дня, 3 дня у нее горит. И она мне говорит, можно я твою машину возьму? Зачем? У меня бензина нет. Когда ты тут? Три дня назад. И вот машина, и вот пока я не поеду, не заправлюсь. Ну, я начала заправляться где-то лет 5 назад сама, ну, когда уже припрёт. А до этого, нет, вообще. У меня, почему? Почему? Потому что я приехала из Баку, и у меня почему-то ассоциируется заправка с местом, вот куда женщины не ездят. Вот почему-то мужики какие-то, да. Америка немножко по-другому. И мне как-то всегда было, ну, не знаю, как-то не по себе ехать на заправку, там, вылезать, чтобы... Ну, здесь же не принято стоит девушка и стоит, на нее никто не посмотрит. А у нас-то как там тебе и посигналят, ну, здесь тоже сигналят. Здесь тоже. И посигналят, и посвистят, и что только не скажут. Поэтому как-то вот менталитет выработался, что я на заправку не поеду. Ну, хотя в некоторые заправки тоже не советую, не советую. Ну, да, от района. Если одну знаешь. Нет, здесь сигналят еще как. Я помню, я ходила вот с таким животом с Максом, когда беременна была. Нет, даже с Матвейкой. Матвейкой тоже. Макс рядом идет, вот такой живот, и все равно проезжают и сигналят. Ну, вот посигналил ты, и что, я побегу за тобой или как? Да, животом. В общем. Так. Кто из вас более азартный и как комперерев, понял? Не любит проигрывать, вот азартный. Я не люблю проигрывать. И комперерев. Как? Ну, как комперерев это по-русски, как перевести? Ну, как соревновательный. Ну, нет такого слова. Какой соревновательный? Ну, любит соревноваться, понял? Букварь с собой приносить. Букварь. Словарь. А, словарь, словарь, букварь. Слушай, да, это точно, точно я. Это ужас. Сюда приехала, 2-3 партии нарды играем. Вот начесала меня. Нарды я его чешула. Я, мне кажется, у нее семейная. Можешь выигрывать до самой последней. Потом, как начинает, бросать вот эти 6-6. Ну, это для тех, кто знает правила нарды. Ладно, всегда. Да, в общем, проигрывать не любит. Это ужас. Я ненавижу, когда он проигрывает, потому что начинает психовать. Не, ну, психовать я... Да ну, команда, я никогда не психовал, не швырял ничего. Ой, ангелочек. Я просто разворачиваюсь и ухожу. Все, ты выиграла. Нет, никогда и так. Когда играешь компьютер, например, и проигрываешь. А, ну, да. Это не только, когда ты с кем-то играешь. Макс, кстати, такой же. Макс еще хуже. Так, у кого из вас лучше чувство юмора? Вообще не понимаешь юмор-то иногда. Вау. Даже вот такой, как dry humor, знаешь? Dry это как сухой. Знаешь, вот сухой. Как понять сухой юмор? Ну, сухой юмор это когда вот... Мокрый еще бывает? Нет. Ну, вот когда надо вот не прямой юмор, а надо немножко подумать. Мне заняло несколько лет, чтобы начать понимать вообще американский юмор. И он сложный понять. Потому что надо здесь пожить. Ну, юмор совсем другой, как у нас. Ну, да. Нужно здесь пожить, чтобы начать понимать американский юмор. Здесь в боли смеются. Вот кто-то спотыкнулся, упал там, больно, упал там, поломал ногу. Это смешно. Это по телевизору. Не, ну, это... Ну, в жизни никто не будет над тобой сменяться, если ты упадешь и поломаешь ногу. Американский юмор я до сих пор не понимаю, честно говорю. Да. Ну, мы дома по-русски шутим. Да. Дальше. С тобой пошутишь. Тихо. На всех накричишь. Кто из вас больше любит бывать, ну, как я, sorry, я перевожу по-русски дословно, бывать среди, like, who is more social? Кто больше любит бывать на людях, друзьям, в обществе в каком-то? Ну, что я? Вот у тебя бумажка. Я, ну, я, да. Я могу сидеть дома и вообще никуда не выходить. Я могу на неделю уехать, если разрешишь. И никто мне не нужен, и никакие гости. Вот я рак во всех его проявлениях. Я люблю в своей скорлупе зарыться, сидеть и не выходить оттуда. А девы что, надо общение, что ли, да? Ну, наверное, ему надо, да, общение, он не может. Вот он хотя бы к соседу должен пойти. Как выходи, нам надо куда-то идти с друзьями. Раньше, конечно, легче было, когда у нас Матвейки не было, а сейчас с ним сложновато. Потому что он, ну, лазучий, лазит везде. И, в общем, больше, чем на 2-3 часа с ним, конечно, никуда не уйдешь. Очень страшно. А раньше мы побольше ходили, чем сейчас. Да, допоздна сидели, карты играли с друзьями. Да, но, конечно, для меня лучше дома нету места на земле. В гостях хорошо, дома лучше. Только дома. Да. Кто из вас более аккуратный и придирчивый к порядку? Да, ты думаешь? Да, я точно. Ну, иногда у меня бывает, но вообще в его машине, там, не дай бог, ты расскажи, когда ты моешь мою машину. Что ты там только не... Машина, это другое дело. Помнишь, когда я работала в офисе? С туфли, туфли. Я еще пост сделал на Фейсбуке. Восемь пар туфлей. В машине. Три-четыре сумки. И все вот на переднем, вот сиденье на полу вот так. Я не могу так. У меня машина должна быть чистая. Я не люблю даже маленькую бытуку. Даже если ему приходится, например, по какой-то причине взять мою машину, я потом, когда туда сажусь, я ничего там не могу найти. Он все прячет, все убирает. Ну, у меня там собачки лежат на этом, как он называется, на панели. Там висюльки какие-то. Ну, женская машина. Он все это куда-то запихивает. Я постоянно ругаюсь, говорю, слушай, я когда твою машину вожу, я тут хозяйничаю, что ты начинаешь? И, в общем, он, когда я работала в офисе, почему-то так получалось, что я на каблуках целый день, да, и мне как бы ноги устают. Я сажусь в машину, я их оставляю. У меня, по-моему, шлепки всегда с собой. Да. И до дома я еду в шлепках, и потом выхожу в них, а туфли остаются там. На следующий день другую пару одеваю, потому что мне неохота идти в машину за ними. Ну, я вообще не могу два дня подряд одну и ту же одежду надевать. Вот от воды выпишешь, и там 10 здесь, здесь места нет, уже в другой дверь идет там, потом назад начинается это все. Да. Я не знаю. В общем, да, он такой, более такой педантичный. Ну, у меня, мне кажется, как это американцы называют OCD, да, это как это? Нет, ну, у тебя не OCD. Ну, вот этот... Нет, ну, я вот в гараж, допустим, вот я захожу в гараж... OCD, это расстройство компульсивное. Когда вот у тебя все должно быть по полочкам. Я вот в гараж, когда захожу, вот мне что-то не нравится, я все выбрасываю. Лишь бы, чтобы чисто было, да? Да, а баночки, которые ты складируешь... Не, ну, баночки я соление делаю уже постоянно. Баночки, скляночки нужны. Не могу баночку ни одну выбросить, не дает, как бабка какая-то собирает. Ну, я делаю... Крышечки, мрышечки. Что я делаю? Я делаю красную капусту, я делаю... Тоже вкусно, кстати. Да, солит он. Что еще я могу солить? Чеснок. Чеснок, да. Так, в общем, долго занимается. Так, кто первый проявил инициативу к поцелую? Где он помнит? Да, ты, конечно. Что значит ты, конечно? А ты не помнишь? А ты помнишь, где это было? Привет, Лада. Это мы расскажем, когда мы будем историю знакомства нашего. Привет, Лада. Ты помнишь, где первый поцелуй у нас произошел? Я не знаю. Сейчас помню. Он не помнит, что он вчера кушал. Что-то дома у тебя, кажется? У меня в комнате, да, перед компьютером. Я не помню. В общем, инициативу всю жизнь я проявляю. Ладно. Я не помню. Конечно, не помню. Невыгодно опять не помню. Невыгодно. Так, кто из вас выбирает, куда пойти покушать? В какой ресторан? Мне, в принципе, все равно, куда мы едем. Мне кажется, вместе как-то здесь нет. Иногда у него бывает, а хочу туда пойти. Максим в основном. Макс? Макс, да. Макс в основном. Иногда бывает, я сижу, говорю, о, знаешь, что я сейчас поела бы? И, ну, как в какой-то ресторан и идем. Или иногда ты бывает, говоришь? Нет, потому что у нас всего лишь там 5-6 любимых ресторанов. Ну, как мало. 5-6. Нет, ну, есть как специальная еда в каждом ресторане, куда мы идем кушать. Вот наши любимые рестораны, мы туда и ходим. Кто из вас первый признает, что был неправ, делает первый шаг к примирению, извиняется? Как бы все сюда можно. Никогда. Даже если ты знаешь, что ты не права, ты никогда вот... Смотри, у меня аж глаз начинает дергаться. Ты никогда вот не скажешь... Ты, мне кажется, ни разу даже за 13 лет сказала, я была не права. Нет, мне кажется. Ты ни разу не сказала, нет. Я не могу, меня задушит гордость. Хотя я знаю, что я не права. И главное дело, думаю, вот скотина, почему не подходит? Стоит ему подойти? Нет, ну, не так, конечно. Да, 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 точно, точно. Ну, не так, конечно, просто или не отвечаю, или как. Потом уходит, опять сижу, ты посмотри, и опять не подходит. Это, знаешь, это клевый вот этот... Не, не наша Раша, это уральские пельмени. Серия была вот такая. Когда она из-за шампуня обиделась? Да нет, она там, что-то они в кровати лежат. Не помню. Она на него обиделась и про себя так думает. Ну, обними, ну, обними. Да, 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 обними. Он ее обнял, да, толкай. А, убери руку. Ну, точно, точно. Вот это точно про меня. Потом сижу, думаю, вот зараза, опять не подходит. Да. Кто из вас главный в семье? Я? Серьезно? Ну, я думаю, что да. У нас все-таки такая... Не, ну, у нас честно все. Но я главный. Нет. Если ты чего-то не хочешь, я уже это... Возвращаемся к вопросу о упрямости. Это не произойдет. Поэтому я считаю, что главный он. Как бы я ни старалась, сколько бы я там ни просила. Если он что-то не хочет, забудь. Вот. Поэтому... Но вообще, как бы, у нас нет такого, что ты, женщина, иди на кухню и готовь обед, и там босая, беременная, стой. Такого нет, конечно. Он всегда прислушивается к моему мнению, просит совета и делает по-своему. Классика. А слушай женщину и делай по-своему. Наоборот. Наоборот. Классика жанра. Так. Ну, такой уже был, типа, вопрос. Кто из вас больше плачет? Точно. Я плакал. Ты плакал. Я, мне кажется, не плакал никогда. Плакал. А, кино мы смотрели 11 месяцев. Какое? Не знаю. Кино плакал? Про животных что-то там было. Я вообще про животных. Меня собаку жалко было. Потому что это моя больная тема. Я знаю, что я буду плакать. Даже если там ничего не случится с собакой, я все равно не могу смотреть. Ведь для меня тема детей и животных, это я не смотрю такие фильмы. А если смотрю, потом неделю в себя прийти не могу. В общем. Кто из вас больше поет? Расскажи. Я даже не знаю, как это объяснить. Это не то, что песни ты поешь. Это какие-то сочинения на ходу, которые вообще... Я даже не знаю, что это такое. Шутки-прибаутки. Я пою все время. И у меня ребенок маленький мой такой же. Подпеваешь. Ненавидит. Ненавидит. Мама, пристань! Мама, пристань! Да. Дальше. О. Кто заведует пультом от телевизора в доме? Вообще, Матвей. Ну, сейчас, да. Сейчас, Матвейка. Хотя он его не трогает, но... Вообще, я телевизор смотрю на компьютере. Ты не смотришь телевизор? Потому что ты не смотришь со мной телевизор. Я тебе теветеку подключил, все, нормально. Ты же, если я буду смотреть свою теветеку, ты будешь на улице с утра до ночи сидеть. Я знаю. Он ненавидит, когда я смотрю русское телевизор. Каньки, каньки, каньки. И он уходит и сидит на улице. Поэтому я смотрю на своем компьютере, чтобы он мог на телевизоре смотреть, что он хочет. Да. Кто из вас больше тратит? Я? Что ты подглядываешь? Я? Конечно, ты. На что я трачу? Бала, если ты делаешь покупки, ты делаешь большие. Например, в одежде. Я люблю в одежде покупать вещи такого масс-маркета. Я не покупаю все, дорогие вещи, потому что я люблю менять каждый сезон. Я люблю менять каждый год вещи. И я отовариваюсь в H&M, 4L21. То есть, там не стоят вещи больше 20, может быть, долларов. Да. А он, наоборот, он любит покупать себе дорогие вещи и ходить в них потом 10 лет. Так же, как бы на аппаратуру. Да, ты можешь пойти запросто купить какую-то приставку или пульт какой-то. Хотя, может быть, если сложить все это, может быть, я получится, что больше трачу, я не знаю. Да, как мой отец всегда говорил мне, я очень беден покупать дешевые вещи. Если задуматься, это правильно. Покупаешь один раз хорошую вещь. Да, но ты любишь ходить в туфлях 10 лет, а я нет. Ну, с мужиками немножко по-другому. Мне не надо там 20 пар каблуков. Да. Понимаешь? А если ты пойдешь там 20 пар каблуков, купишь себе, как я трачусь, тогда ты больше. Да, в общем, я не знаю. Если сложить все, что я трачу в течение года, будет это, может быть, это и будет больше, чем ты один раз в год. В общем, не знаю. Там, мне кажется, только с Алиэкспресс может накачаться на штуку минимум. В общем, не знаю, надо считать. По доллару. И последний вопрос. Кто из вас водит машину, когда вы вместе куда-то едете? Я туда, а она обратно. Это зависит, куда. Я, например, когда мы едем куда-то на далекие расстояния, я не вожу. Например, если мы едем в Майами, это 4 часа езды. В Теннесси мы ездили один раз, кстати. Что, я в Атланте? Ну, ты села, мне кажется, на час. Ну, на обратном пути я села, потому что ты плохо себя чувствовала. Да, на час, час-два вот так, чтобы отдохнуть. Не, не в Теннесси, помнишь, когда мы после этого урагана возвращались? А, ну, в Атланту, да. Тебе плохо тебе было, у тебя температура была. Да, температура была. Ну, вообще, да, как бы я люблю водить машину. Я обожаю водить машину. Для меня это прям просто какое-то удовольствие. Но если мы куда-то едем вместе... В 18 часов я пахал. Да, мне как-то спокойнее, когда он за рулем. Да. Но когда я была беременная Максом, я ненавидела ехать с тобой в машине. Почему-то у меня... Я помнишь, я ездила на заднем сидении? Потому что у меня на переднем сидении было страшно. Не укачивало, мне было страшно. Я уже говорила, что он водит как-то агрессивно. А когда ты беременный, как-то, может быть, эти обостряются в два раза. Может быть. Вот эти вот чувства, ну, самосохранение, сохранение ребенка, да. И я просто вот так вот держалась, вот так цеплялась за руль. И уже у меня привычка такая была. Я всегда ездила сзади. В общем, я победил. Никто не победил. В общем, надеюсь, вам было с нами интересно. Вы узнали нас немножечко побольше. Еще чуть-чуть я уговорю его, чтобы мы сняли видео. Что? Почему? Ну, ладно, через годик, я обещаю. Видео нашего знакомства и вообще, как бы, незнакомства от того, как я приехала в Америку. У меня очень много спрашивают, как я переехала в Америку. Но это неразрывно связано с нашим знакомством. Поэтому я хочу, чтобы мы вместе это рассказали, но они не подбиваются никак. В общем, спасибо вам огромное, если вы досмотрели это видео до конца. Ставьте нам лайк, пишите свои комментарии. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok